Всем привет! Вы на канале Марго Топс. Казалось бы, что воскрешение из мертвых возможно лишь в кинофильмах и фантастических книгах. Однако есть немало задокументированных случаев из реальной жизни. Обязательно досмотрите это видео до конца, там вас ждет история, которая точно повергнет вас в шок. В тот момент, когда родственники Жилберту Араужу скорбели над гробом, мужчина явился на траурную церемонию целым и невредимым, чем довел присутствующих до прединфарктного состояния. У некоторых случился обморок, другие и вовсе испытали такой шок, что сбежали с похорон. Путаница произошла из-за фатальной ошибки брата мужчины, которому позвонила полиция и сказала явиться в морг для опознания. Как выяснилось, приехав на место и опознав тело, он забрал покойного, очень похожего на Жилберту. Конг Ченнинг появился в момент начала своей кремации, напугав всех дочертиков. Если учесть тот факт, что мужчина появился в сумеречное время на фоне полумрака и жуткой атмосферы, несложно поверить в то, что близкие приняли его за призрака. Оказалось, что мужчина, страдающий психическим заболеванием, пропал без вести пять дней назад. Когда полицейские нашли в реке разложившееся тело, его ошибочно приняли за Ченнинга. А семье даже не могло прийти в голову, что представители власти могли так ошибиться. Эта уникальная история произошла 2 октября 1571 года в английской деревушке Брогинг. В один из осенних дней в последний путь провожали молодого фермера Мэтью Уолла. Моросил холодный дождь. Процессия двигалась к церкви, но внезапно один из несущих гроб мужчин поскользнулся. Гроб упал ударившись о землю. Его немедленно подняли, и церемония продолжилась. Однако через минуту присутствующие услышали настойчивый стук прямо из гроба. Считавшийся мертвым Уолл воскрес из мертвых, чем ошарашил всех присутствующих. С тех пор и по сей день жители деревни ежегодно проводят праздник в честь этого события, названный Днем Старичка. А вы бы хотели, чтобы в вашу честь был назван какой-нибудь праздник, особенно если он связан с вашим воскрешением? Прежде чем двигаться дальше, у меня есть небольшой челлендж для вас, который займет лишь пару секунд. Красную кнопку вам нужно сделать серой, а потом клацнуть рядом по колокольчику. Вот так. Если вы это сделаете, то последующие пять лет вам будут попадаться только самые интересные видео на ютубе. Попробуйте, это действительно работает. В 2011 году эта история облетела весь мир и повергла каждого в шок. Фагеля Мухамедзянова из Казани умерла дважды, второй раз уже окончательно от сердечного приступа на собственных похоронах. Как оказалось, врачи ошиблись, констатировав факт смерти от сердечного приступа. На самом деле женщина умерла на собственных похоронах, придя в сознание и увидев себя в гробу. Фагеля прожила около 12 минут, после чего скончалась. А церемония погребения в лицах близких людей приобрела еще более печальный и трагичный характер. После смерти своего ребенка в 1891 году Октавия Хэтчер заболела и впала в длительный сон, после чего ее похоронили. Со временем другие жители Пайквиля тоже заболели этим недугом, вводившим их в кому. Как оказалось, сонная болезнь была вызвана укусами мухи Цеце. Когда они проснулись, муж Октавии в ужасе и жутком смятении отправился на кладбище, однако было слишком поздно. Женщина была мертва. Но многочисленные царапины и ушибы указывали на то, что она очнулась в гробу и всеми силами пыталась выбраться наружу. Ее муж был опустошен горем и воздвиг в ее память статую, которая и по сей день стоит в городке. Сердце 78-летнего мужчины не билось и Уильямса признали мертвым. Тело поместили в мешок для трупов и доставили в похоронное бюро. Следующим утром работников бюро ждали непредвиденные события. Они готовили тело к бальзамированию и вдруг заметили нечто невероятное. Уильямс снова стал дышать. К сожалению, через две недели после своего чудесного воскрешения мужчина все-таки умер. И на этот раз навсегда. В Бразилии произошла автокатастрофа, в жертве которой родственники Адемира Гонсалвеса опознали его. Лицо мужчины было обезображено, а одежда совпадала с одеждой Адемира. Все воскресенье мужчина пил в местном баре и не знал, что родственники уже назначили его похороны на утро понедельника. Гонсалвес явился на церемонию сразу же после того, как узнал о своей лжекончине. Дав семье понять, что он жив, Жоржа снова отправился в бар отмечать собственное воскрешение. Напишите в комментариях, что бы сделали вы на месте мужчины. Тони Яхлы вернулся к жизни после того, как врачи констатировали смерть. Он впал в состояние клинической смерти, и его сердце перестало биться на целых 45 минут. Сын мужчины, отказавшись принимать эту страшную новость, обратился к нему со словами. «Папа, ты же не собираешься сегодня умирать?» Совпадение то было или чудо, но Яхлы начал демонстрировать признаки жизни. Врачи были безумно удивлены подобному и немедленно привели мужчину в чувство. Ребята, а есть тут те, кто еще не подписан на мой инстаграм? Может быть ты? Самое время это исправить. Я разыграю тысячу рублей среди новых подписчиков. Переходи по ссылке в описании или просто в поиске вбей мой ник, написанный на экране, и подписывайся. Все подробности о розыгрыше будут там. Желаю удачи! Хамди Хафес Аль Нуби работал официантом в Египте. Во время смены у него случился сердечный приступ, от которого мужчина якобы и умер. Семья омыла тело и подготовила к погребению. По исламской традиции, его нужно было похоронить вечером. К счастью, чтобы выдать свидетельство о смерти, на дом вызвали врача. Во время осмотра тела доктор понял, что Хамди теплый и еще дышит. Родственники, которые минуту назад были полностью подавлены, тут же преисполнились неимоверным счастьем. Утрата близкого человека – одно из самых страшных и душераздирающих событий, и становится еще больней, когда родители вынуждены хоронить своего ребенка. Так, в Кении из-за воспаления легких умерла 9-месячная девочка. По крайней мере, врачи сообщили об этом с полной уверенностью. Семья, особенно родители ребенка, были полностью опустошены этой новостью и до последнего не верили в происходящее. Однако реальность слишком жестока и беспощадна. В день похорон, мама, желавшая в последний раз посмотреть на невинное лицо своего ребенка, приоткрыла гробик и чудо увидела живого младенца, лицо которого было переполнено лучезарной улыбкой. Впечатлила история? Тогда поставьте лайк и напишите в комментариях, какие эмоции вас переполняют. Друзья, какая история показалась вам наиболее удивительной? Обязательно напишите об этом в комментариях и подпишитесь на канал, чтобы первыми узнавать о невероятных историях. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями и в соцсетях. Вы были на канале Марго Топс. До скорой встречи!